Как тебя совесть самого не мучает? Несколько дней на сайте знакомств этот мужчина переписывался с 15-летним подростком. Представился он Рамилем и настойчиво предлагал мальчику вывести знакомство за рамки интернета. Договорились встретиться. Переписка была интимного характера. Он все спрашивал, сколько сантиметров у тебя и так далее. И они договорились пойти к мальчику домой. То есть когда они встретились, тоже все эти были разговоры, когда у тебя мамы точно дома нет. Активисты, окупая педофилия, подошли в тот момент, когда мужчина с подростком уже было направились в сторону дома. Как это бывает в подобных ситуациях. Молодые люди объяснили герою, что встреча подстроена, а ребенок всего лишь подсадная утка. Вы же договорились, давайте. Ты спрашивал, насколько мама уйдет? Я не спрашиваю. Спрашивал, спрашивал. Про маму спрашивал. Про крестника спрашивал. Я у тебя еще спрашивал, где есть или нет. Нет, мама здесь спрашивала. А когда уходит, мама не спрашивала. Мужчина объяснил, что он журналист. Правда, по его словам, уже несколько лет, как сменил род деятельности. Тем не менее, последние три года он якобы собирает материал для статьи об однополых отношениях. Я сыродный журналист. Раньше работал в серии журналистики. Я на деле не работаю. А в этом вас спрашиваю. Я собираю материалы. Именно интересна была такая тема. Кому сексуализму. Так или иначе, на увольного журналиста активисты окупа-педофиля передали в руки сотрудников полиции отдела Московский. По информации полицейских, позже все материалы по этому инциденту были переданы в Следственный комитет. По некоторым данным, герой этого сюжета трудится в одном из высших учебных заведений Казани. Информация о его похождениях дошла до руководства вуза. И случившимся там остались, мягко говоря, недовольны. Не исключено, что инцидент поставит точку в его карьере.